Уважаемые коллеги, сейчас мы посмотрим небольшой короткий фильм, снятый как работающий в белорусском улье, модернизированном трене. Сегодня технология будет сниматься на протяжении года, но целого сезона. А сейчас посмотрим просто в начале фильма, потом я прокомментирую то, что было снято в этом году. Давайте посмотрим. Продолжение следует... 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 Сейчас мы показываем, что я вас да, 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 да. Да, 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 да. Сейчас я поясню. Значит, во-первых, вы видите, что человек только в этом году начал заниматься человеком, технология будет отрабатываться на протяжении следующего года, технология сама по себе отработана, она имеет право на жизнь, и мы покажем, что будет происходить в этом гульне на следующий год. Но я вам сейчас расскажу несколько вопросов. Вот это после того, как будет развита до 16 рамок в нижнем корпусе, внизу, дальше переносится 5 рамок, 5 рамок с пчелой и расплодом в верхний корпус. В нижний корпус, в зависимости от того, что мы хотим получить, если в нижнем корпусе остается коридор в 5 рамок, с левой стороны, или с правой стороны, ну, с левой стороны в одну часть, мы отбегаем рамки с расплодом. Правую часть, значит, рамки, те, которые остались у нас без расхода, только с медом и верхой, а в центре остается коридор в 5 рамок, в зависимости от того, что мы хотим получить. Если мы хотим получить там пергад, то ставятся коричневые рамки, те, которые лучше всего пчелы складывают пергу. Дальше во втором корпусе, тот второй корпус, который вынесен на втором корпусе, 5 рамок, ставится напротив вот тех рамок, которые будут внизу. Там можно ставить и ващину, и все дальше заставляется до 15 рамок во втором корпусе ващины. Как только появляется медосбор, пчел очень хорошо оттягивает ващину, и самое здесь ценное в том, что нету разрыва гнезда. Ложить разделительную решетку никакой нет необходимости, и при хорошем медосборе очень быстро заполняется, и пчеловоду не нужно, нет необходимости постоянно смотреть гнезду. Если мы посмотрим на объем вот этого гнезда, который не имеет разрыва, и пчеленная семья, значит, соответственно, не приходит в раевое состояние, то это будет соответствовать четверг корпуса самого корпусного гури. Но такие семьи, они чем хороши? Во-первых, мы видим, не нужно поднимать, носить, передвигать корпуса, все здесь, потому что у нас пчеловодством занимается, мы даже если посмотрим на сегодня здесь аудитории, люди пожилые, и поднять рамку в 4 килограмма можно, но поднять корпус в 20 килограмм, это, конечно, проблематично. На следующий год будет продолжаться съемка, вообще, по сожалению, не удалось разобрать это гнездо, но нужно на флеш-карте, когда снималась, закончилась съемка, разобрать. Но гнездо все полностью отстроено на овощи, и то есть мы не имеем болезней, то есть не нужно будет применять химию, которую мы применяем для того, чтобы лечить, что уже само по себе отпадает такая необходимость с одной стороны, и со второй стороны мы видим, что это можно с такими влияниями работать, в принципе, на участке. Обязательно, чтобы крыша была в мускат, там вот, крыша в мускат, но это уже на любви. Спасибо за внимание, если есть, пожалуйста, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, конечно, обязательно. Это лучше всего, вы знаете, как делать? Лучше всего, вы заметили, здесь 5 или 6 июня был приобретен пчелопакет, поэтому лучше всего, если пчелопакет, сразу его делать с молодой маркой. То есть мы фактически, как хотим, мы хотим, чтобы в один год и получить и мед, и семью оставить, но, наверное, все-таки лучше было бы, чтобы так, вот один год мы развиваем эту семью, делаем, на следующий год получаем хороший медосбор, а дальше уже в зависимости от того, что с этой семьей делать. На второй год, на второй год, на второй год, конечно, это же молодая марка, да, а вы... А вы даёте, когда она не будет родиться? Да, это семья-журная кавказская пчела первая, а она вообще не родится, это первая. Во-вторых, это вторая, это всё-таки молодая марка, да, когда она ушла, а два года, два года по всем, это нормально. Пожалуйста, никто вас не заставляет и не гарантирует, чтобы не менять маски. Есть теперь такие рекомендации, что не только нужно каждый год менять, а каждый два раза год менять. Но это, пожалуйста, если есть финансы или возможности, никто не возражает. Вот скажите, пожалуйста, вы уставляете самый остров в УЛЕ. Да. Дело в том, что, смотрите, когда мы ставим, идёт разовое расширение, разовое расширение, вот там можно расширять площадь, сразу 15-я вам расширение, если вы не желаете получать первую, если желаете получать первую, вы в центре ставите тёмные соды, но они уже не совсем, конечно, старые соды, вот двухлетние, то есть на предыдущем году, тогда там будет первая у вас, а если нет, ставьте ващину. Я это всё понимаю. Вы просто объясните, как вы доставаете, когда учили этот корпус, как вы рамки доставаете с ним. Не знаю. Там практически все... Как из-за этого, из-за нашего. Я не знаю. Это надо, допустим, из первого корпуса, вы половину рамок поставите, а потом ставите в первую рамку, и второй корпус, и второй корпус. Два, до медосбора, до медосбора. Нет никакой необходимости разбирать это гнездо. Есть ещё вопросы? Нет, нет. Всё, спасибо. Если вы уже подписаны на наш канал, не забудьте нажать вот на этот колокольчик. Нажав на него, вы будете получать оповещения о новых видео и о новых стримах на нашем канале. Сохраните. Спасибо. Продолжение следует...